Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас, когда я высаживала перцы, рассказывала, обосновывала, почему я так рано высадила. Ну, короче, все о перцах было. Я мельком показала бетту, потому что я всю вот эту сторону, вот этой теплицы высадила, у меня осталось только бетта. Вот видите, там до самого конца все высадки уже высажены. С беттой сижу и думаю, стоит ли ее высаживать, что от нее ждать дальше. Вот этот бетт я купила в магазине как штамбовый, 35-40 см, ультраскороспелый сорт, с мелкими плодами, маленьким компактным кустом. И там еще написано, что главное ее достоинство, она занимает мало места, очень быстро спеет. И вот смотрите, какая бетта вымахала, я вот уже показывала, по сравнению со своими вот этими такими же, которые в описании, ну как, с такими же сортовыми характеристиками. Вот яблонька России, клуша, они тоже 45, не выше 50 см, они тоже ранние, у них как маленький вот этот куст, позволяет быстро сформировать кустик и начать завязывать плоды. Ну вы посмотрите, ну бетта, разве она похожа на штамбовый и на скороспелый сорт? Нет, конечно, скорее всего это пересорт. Но так как это пересорт, я боюсь ее высадить, как бы не получилось так, что она займет, здесь у меня пол теплицы. Если она в раннем возрасте, у нее даже еще нет цветочных кистей, она не выпустила, она уже такая огромная. Я ее, короче, отложила, она стоит у меня в уголке и думаю, то или ее высаживать, засорять теплицу ей, то ли нет. Она переросла ботянью, переросла всех-всех-всех, у ботяни уже цветочная кисть, ну и значит он уже, как сказать, ну достиг такого состояния, что начнет дальше плодоносить. У этой даже нет еще цветочной кисти, она все растет, растет, растет. Может это какой-то томатобамбук заслали, закинули нам для того, чтобы он выжал всех остальных томатов из теплицы. Не знаю, дело в том, что я ее распикировала много, вот куда ее теперь девать, эти великаны, я вот осмелюсь, наверное, две штуки всего посадить. И если она будет очень агрессивно себя вести, то скорее всего я ее буду выдергивать. Все равно сорт неизвестно какой, что там вырастет, пик его знает. Вот это такая бета, которая пересортится. Но как по сообщениям многих зрителей, знаете, я почему все-таки решила их два высадить? Некоторые говорят, что когда купив семена, они получили пересорт и совершенно другие характеристики куста, даже цвет плода и форма. Но иногда попадается такой вкусный, хороший томат, что люди говорят, мы даем ему свое название и оставляем. Потому что иногда пересорт получается не в минус, а в плюс. Так что я хочу попробовать, может быть, здесь действительно какие-то вырастут чудо-томаты, сладкие, трехцветные или вообще по 2 килограмма. Все, до свидания. Это, конечно, была шутка, но страшно высаживать такой огромный томат. Еще март он уже, вот какой. Продолжение следует... Продолжение следует...